Задача номер 43. В некоторой местности летнее утро бывает либо ясным, либо облачным. Наблюдения показали, что летнее утро бывает ясным с вероятностью 0,7. Причем, если утро ясное, то вероятность дождя в течение дня 0,2. Если утро облачное, вероятность дождя в этот день равна 0,9. Какова вероятность того, что в случайно выбранный летний день будет дождь? Давайте тоже делать записи. Итак, у нас имеется утро. Эта задача настолько забутанная, что для того, чтобы ее лучше понять, конечно, ее нужно очень подробно расписать. Итак, утро бывает либо ясное, либо облачное. Если она ясная, то это вероятность 0,7. Если она облачная, то тогда от единицы отнимаем 0,7 и получаем, соответственно, 0,3. Читаем задачу дальше. Если утро ясное, то вероятность дождя 0,2. Итак, от ясного мы рисуем еще две стрелочки. Дождь и сухо. Если дождь, то 0,2. Дождь и сухо в сумме это единица, поэтому вероятность того, что дождя не будет, это 0,8. Если утро облачное, то вероятность дождя 0,9. Итак, дождь и сухо 0,9 и 0,1. Когда вы это все расписали, вы теперь уже можете еще раз прочитать вопрос задачи. Вопрос задачи говорит о чем? Какова вероятность того, что в случайно выбранный летний день будет дождь? Дождь это, нас устраивает этот вариант и вот этот. И дальше мы идем по цепочке. Это событие независимое, поэтому мы будем перемножать. Итак, если у нас ясное утро, 0,7, мы умножаем на 0,2. И добавляем 0,3 умножить на 0,9. Получаем 0,41. Следующая задача. Я называю это задачей с кубиками. Номер 44.